Вечер, добрый дорогие друзья, Квантом с вами и добро пожаловать в сегодня выживание в РП, часть 37. Желаю приятного просмотра, не забывай про подписки на канал, мы начинаем, поехали! Так-так, я чуть не забыл, для тебя, да-да, для тебя, у меня есть подарок, который находится в описании. Там есть промокод, копирую его прямо сейчас. Заходи в игру и нажимай на клавишу М. Далее заходи в раздел меню персонажа и нажимай на шестереночку, после чего нажимай раздел промокод и вводи сюда промокод из описания и получай бонус в виде вип-аккаунта и офигенных плюшиш, с которыми тебе будет легко начинать. Бери промокод, пользуйся, это тебе подарок. А мы продолжаем, приятного просмотра, поехали! Хочу тебя предупредить, пожалуйста, на военную базу не катаемся. Ты уже в курсе. Так, Азиз, смотри. Я поговорил с генералом, чтобы он удалил обращение. Он удалит обращение? Да. Бери! Потому что у нас с ним есть определенная договоренность. У меня уже есть конкретно дело на Элиота, конкретно кейсфайл. В смысле кейсфайл? Мы судим, мы не делаем кейсфайл. Вот так получилось, что я собрал уже целую кучу на него всего, что за что. Да, я понимаю. Ты не уполномочен писать кейсфайл. Нет, я писать его не буду. Я просто передам весь материал. Я говорю, что этот материал на 2 кейсфайла тянет. Вот я к чему веду. Ну, типа, Даниил, давай без этого. Давай сначала ты привыкнешь, поймешь, как тут работает, а потом все. Потому что я с ним уже поговорил, я уже с ним порешал. Ты уже решил, да? Я прошу вас. Просто ты не понимаешь, что здесь у меня в армии везде глаза и уши. У меня компромат. Нет, Дани, не только ты на него покусился. Я хочу, чтобы в этом отношении, между этими делами армии и проками, судебка была третьей стороной, а не второй стороной. Доверься мне, доверься мне. Почему ты везешь меня показывать свой дом? Что случилось с тобой? Дай угадаю, ты живешь в гетто где-то, да? Я живу в лучшем районе этого штата. Ты тоже живешь в гетто? В лучшем районе этого штата, да. Но я могу не волноваться, ты меня не изнасилуешь, да? У тебя же есть муж. Тебя изнасилу, не переживай. Ура. Ты не могла место лучше для... Где вообще живешь? Что за подъезды? Емал, что они тут за строчельник? Ёлка стоит? Чего? А чего эти тараканы по стенкам ползают? Какие нафиг тараканы? Ты что, офигенный что ли? Здесь из хорошего прятан, только ёлка и та искусственная. Дальше я тебе покажу места охеренные. Какие места, блин? А если нас убьют? Ты со мной, я главная гетто-ящерица в этом городе. Гетто-ящерица? А, блин, я гетто-тыщерица. Это, конечно, хорошо. Всё, я здесь буду сидеть. Я тебе не доверяю, не слезу отсюда. Я вызываю полицию, ты какая-то... Я, может, тебя люблю, Даня, я тебя люблю. Чего? Ну ладно, не верю. Я нашёл твою трубу, которая вытяжкой. Знаешь, что я сделал с этой трубой? Пойди-ка, посмотри в свой камин. Скажи, что ты задумала? Почему ты весь сюда привезла? Объясни, зачем я сюда привезла? Я тогда слезу. Я, Даня, ты мне поможешь с тачкой сейчас продать нормально. Я окружной судья, а не барыга автоподбор. Ты чё, смеёшься там? Я планирую, ты не нормальный вообще. Взял гражданку напротив, обнял её и пожалел. Гражданка перестала плакать. Так. Так. Тихо, они чё, все машину приехали покупать у тебя, я не понял. Подожди тут покупать. Сейчас, получается, надену стяжки на гражданина. Зачем пойду засыпай. Стоп, подожди, мы машину продаём. Покупайте машину. Кого? Куда? Чё, так много? Всё уже. Никто. Всё, посадил гражданин. Чё, су хрень? Гражданин, а вы кто? Мими, это твои друзья. Скажи, что я машину тебе помогать приехал продавать. А мне всего хорошего, да? Мне всего хорошего. Что, что, прикол? А мы куда идём? Да, ну стой, а ну быстро остановилась. Сейчас, получается, надену стяжки на гражданку, после чего поведу за собой. Куда привезла меня, я тебе говорю, что это фигня, ты говоришь, что это ящик здесь. Ты молодец, ты в курсе, мне связали руки, я ни разу не могу вызвать, теперь не телефон взять. Ага. Ну всё, получается, до него приехал ты. О, 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 Гаек, Гаек, Рон, я тебя знаю, помоги мне. Кто это твои друзья, договорись с ними. Понятно. Кидок, как пожми ручку, так первый. Куда мы едем, гражданин? Вообще, я не понимаю, зачем вы меня связали. Вы знаете вообще, кто я? Всё, похищение? Если меня похитило, и главным условием будет жениться на ком-то, я тебе говорю, я сразу не участвую в этом. Да поговорите на меня уже, да что вы молчите? Развяжите мне руки, я волнуюсь, тут в конце концов сижу. Послушайте, помолчите, пожалуйста. У вас такой привлекательный голос, вы радиовыдущий. Я вас прекрасно слышу. О, я тут работаю, пацаны. Вот, дядя работает. Видите, он не открывает, ага, понятно. Они все в масках и с автоматами, это, мне кажется, нехорошо. Я таких пацанов обычно не скажу, что с ними делаю. Господа, я категорически рад всех. Знаете, для чего я всех собрал сегодня здесь? Я вам сейчас расскажу, для чего я всех собрал. Мы знаем, для чего ты. Мы знаем, что ты прокурор. Получается... Кто я? Выкиньте его с машины. Я не... Я не прокурор. Выкиньте его с машины, пожалуйста. Не, пацаны, я вам... Всё, ты добегался. Я вам расскажу, для чего я вас всех здесь сегодня собрал. Мы все знаем. Смотри, ты общался с Мими, за этот поплатишься. очень жёстко. Бляха! Получается, сейчас... Нет, я всё объясню. Отломаю гражданина против. А мне не надо объяснять. Там сверху, на крыше будешь объяснять. Всё, получается. Сейчас отломаю гражданина против, после чего с ним устяшки. Поднимайся, полиция. Я так понимаю, у меня выбора особо нет. Хорошо, всё очень тяно. За ним, девочку. Быстро, 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 быстро. Честь, я убегусь за хрень вообще. Они такие долгие. Я сейчас просто убегу от них и всё. Ускоряемся. Ходу, ходу, ходу даём. А я тут далеко... Ага, тут так высоко, что я хрень убегу куда. Что, думаете, тупого нашли? Сейчас я найду лестницу. Ха-ха. Опа. Лоха нашли, блин. Я окружной судья, а не лох. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Всё! Оливидерчи, похитители! Трындец. Я ещё испарился теперь. Я не понял, а ты чё убегаешь, а? Я ни в коем случае не убегал. Мне сказали подняться по лестнице. Я поднялся по лестнице. Всё, смотри. Получается. Можешь, пожалуйста, свои документики сейчас мне показать? Это просьба или приказ? Это просьба. Отказано. Нет, я покажу вам документики. Я помню, вы серьёзные люди. Пожалуйста. Удостоверение, да, вас интересует? Так понял. Да, получается, сейчас ознакомлюсь. Так, окружной судья у нас получается. Сейчас возьму, получается, документик. Ты у нас окружной судья, правильно? верно и за себя мы запрашиваем 60 тысяч долларов госсотрудников поэтому запроси пожалуйста на данные координаты гос волну телефон можешь доставать а чё такой дешевый пацаны 60-ый да вы чё умеете уважение меньше слов больше дела я отправил как тебе помогу я тоже помог машину продать я помогать а ну-ка ждем сотрудников госструктур чтобы они привезли деньги 10 24 на 7 там будет наш человек встретит его в автомобиле он без резких движений переговорщик зависит него в автомобиле едет на эту точку после чего передает данную геопозицию так мне мне что сейчас отписать в департамент чтобы переговорщик ехал на 10 24 на 7 а можно вы убить я уйду нет нет понятно не пошутил я пошутил на прикольно цветы поливали к мэрии нет 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 никаких шуток я вызвал переговорщика на 10 24 на 7 я не понимаю тут агента федеральный на 14 аз с я ему отписывал что 10 24 на 7 он на 14 аз с и не занятом проблемы наверное что ли это не меня похитит он тупой он вообще не туда приехал я не знаю а тут обалдеть вы не представляете тут я вот вижу в рации тут еще кого-то похитили еще кого-то да тут начальника отдела похитили лссд а кто не важен ты или начальник отдела ну они едут ко мне так понимаю там очень много кто едет ко мне в любом случае пусть два переговор шоу них двоих переговорщиков нет нет есть я щас уже начну на 3 с тобой обращаться вот уже пять минут осталось через пять минут не придут все вы мертвы оба какого фига мне коллеги пресс f пишут что это значит это значит что они не приедут по ходу это не нужен никому хорошо что это коллеги не силовики вот тут помимо меня похоже еще двух человек похитили сегодня прямо ажиотаж на похищение и там прям вот тяжело отлить кого-то отдыхали походу надо продавались машины это не интересует случилось тут от движуха от мэри начинается какая-то что случилось ну там по полной боевой собираются сотрудников и что это значит я не знаю чем это связано такое видел не часто за время своей работы надеюсь мясо не будет где переговорчик просто не хотелось бы попасть вот под все это сейчас нам короче надо всей бандой отойти посовещаться бля ребят не следует убежать они не видят биркать убегать 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 они не видят я не побегу у них оружие мы не убежим они сверху и я думаю это плохая идея спасибо я хочу с ногами еще остаться может быть все же попытаться переговорщик кто попытаетесь я не понял что выпад что ты хочешь попытаться я не понял ты что хочешь попытаться ты что вообще о чем у нас переговоры почему ты в крысу ходишь переговоров я не понял тебя подскажите что предатель что ли человек в балаклаве переговорщик прибыл сейчас узнаю секунду ты чё предатель нет нет переговорщик прибыл на место серьезно говоришь прекрасный вид в какой прекрасной компании есть костер у вас переговорщик прибыл ними не волнуйся я с тобой я этот переговорщик проиграл у меня суд я надеюсь это никак не скажете на результате его переговоров если бы я знал что кто он что еще не разбегаются на может прятаться куда-нибудь блин лягу-ка я пожалуй как в армии потому что переговорщик подъезжает что на поезде едет там нет уже все уже он к нашему пересел скидка он уже так на руках у нас на него же предусмотрено скидка и долго что он делал по целости и невредимость так как ты взялась и невредимость и все правильно ну вроде руки ноги по плане все на месте все рода видишь убедился возможно у вас получается у нас два заложника запрашиваются рады вас видеть агент кстати мы запрашиваем за них шестьдесят тысяч долларов тысячными купюрами не меченами хорошо я ожидаю я думал я хотя бы сто стою тут зоопарк целый ящерица смотри зебра никого еще медведь нахрен енот стена разговаривает 60 тысяч за вас зажали говорит что нету что делать будем это вопрос к нам а не к переговорщику денег нету говорит все банкрот чё делать будем а переговорщик ушел все да сказал то что разбирайтесь сами как хотите серьезно ну да уехал имеют сколько денег есть давай скинемся и уедем просто отсюда да ладно я шучу сейчас вам привезет деньги успокоить уехал можете идти за ним до свидания быстро всего хорошего до скорой встречи а где мы переговорщик куда я бежать переговорщик я переговорщика потерял а вот он переговорщик переговорщик бесконечно благодарен вам бесконечно рад видеть вас да жалко Hu признали меня виновным за 17 я тоже теперь сожалею об этом видите земля круглая спаСиба я теперь hayır я теперь понял о нет аааа придурок Заложники погибли Это РП честь 37 Как тебе серия? Пиши в комментариях Не забывай про подписки на канал Квантум был с вами, до скорых встреч, пока-пока